Энерджи Драгон Разбуди в себе Дракона Расскажи о своем состоянии Как ты себя чувствуешь В каком состоянии подходишь к этому бою Приветствую Асланбек Взаимно рад видеть и слышать Вот у меня сегодня Еда моя Серьезно Последняя тяжелая тренировка Тренировка в полной борьбе была Вчера была борьба от стены В принципе все Закончил лагерь свой Теперь буду подгонять вес И все Чувствую себя идеально На конец все Мы в обучении закончились Тренировочно А как ты можешь охарактеризовать Этот лагерь Чем он отличался от предыдущих Твоих тренировочных лагерей Были ли какие-то новшества Что-то может быть какие-то изменения Ну в этот раз Ребята приехали с Аня В Сарнавске приехал Виталия Слепенко С ними работал Спарринговал Потому что они примерно Систически похожи На Андрея Кошкина Тем более Почему я еще подумал Виталия Слепенко У них примерно Одна дорога была То есть Сначала Виталий дерется Там с мамашем Аня сначала Слепенко дерется С Виталием с мамашем Потом Кошкин Потом оба с Абдулаевым То есть я понимал Что у них примерно одинаково работают Вот И было интересно Было интересно Хороший лагерь А знаешь Вот ты готовился В предыдущем бою Против серьезного грэпплера Дайви Рамоса Теперь тебе предстоит Драться с ударником Насколько тебе приходится Вообще корректировать Свою подготовку Как это у тебя происходит Вот допустим Твоя борьба Она при тебе И ты какие-то Дополнительные вещи Отрабатываешь Или в целом Независимости от соперника У тебя какая-то Определенная Знаешь Вот выстроенная система Нет И под Рамоса Я готовился По-другому Под Андрея Кошкина Я часто готовлюсь Потому что у меня много ударников И мало Таких ребят У которых сильно грэпплинг Были со мной По Драмоса Я готовился Я брал ребят Боксеров Танкистов И отдельно ходил На джиу-джитсу На грэпплинг И работал сверху То есть Сейчас же Не более легче Подготовка В плане того Что есть бойцы ММА С которыми я часто Спарринговался Это более ближе к бою Нежели там Отдельно ходить на бокс И отдельно ходить на грэпплинг А допустим Найти спарринг-партнера Который неплох Был бы в стойке И хорошо работал снизу И было бы сложно А сейчас Я в основном Все делал внимание С тени спаррингов Ну и Сам Андрей Многие знаешь Когда мы поставили Этот поединок Когда объявили его Многие критиковали нас В первую очередь Из-за медийной Наверное составляющей То что не такой Медийный Андрей Но этот фактор Немного опустим Позже о нем поговорим Как боец Насколько он представляет опасность Для тебя Вот этот вызов Как ты его оценишь В его лице Андрей Хорошо дышит Хорошо работает Стойкий Игровик Такой Выигрывал Топовых бойцов Даже Тоже Малтемика Мамашева Абдулаева Нокаутировал Булутенко Хороший бой Показался С Эдуардом Артаньяном Все пять раундов Он проделся То есть Андрей такой Крепкий Парень Выходить Из рукопашного боя Вот Так я его могу Охарактеризовать А как ты читаешь Будут ли у тебя Какие-нибудь проблемы С переводом Андрея в партер Защита его от борьбы Насколько она Опечатляет тебя Защиты у него От борьбы такой нет У него хорошее вставание Он лучше встает Нежели защищается От тегдауна Потому что Он даже Базовым ударником Он давал тегдаун Он давал тегдаун Мамашеву Его переводило Гаджи Даудов Багова Трудо не составлял Его перевести в партер Составляет Трудность Только Удержать его На настиле Вот это составляет Да То есть Он хорошо встает А его поединок Вот Против Али Багова Кстати Многие проецируют Твой бой Сравнивают его С противостоянием Али и Андрея Вот Есть ли что-то Общее между Вашим противостоянием И их противостоянием Там был Такой близкий бой 3-2 по раундам Вот Ожидаешь ли ты Что он Настолько же тяжело Будет тебе В этом бою Мы статистически Разные С Али У меня есть ударка То есть Я могу подраться В стойке С Андреем Проблем нет А Али Тот боец Который Постоянно боролся Постоянно Навязывал борьбу И Систически Я думаю Это было Прямо Противостояние Ударника Против борца Человек Который В основном Бьет в стойке Не борется И человек Который Не бьет в стойке Борется Со мной Я считаю себя Более разнообразным Бойцом Я могу Поработать в стойке И У нас Разные контроли С Али Али Старается Контролировать Спину Он Не держит Ноги И не пытается Как Хабиб Там Завязать ноги Я же Наоборот По другому Работаю Я не Не люблю Лезть за спиной Ну и твоя Стойка Да Она действительно Прогрессирует Это мы видели В бою Против Дави Рамоса Видели В бою Против Юсфа Раисова И сейчас Мы не сомневаемся Что ты работал Над этим Аспектом В процентном Соотношении Как ты считаешь Сколько тебе Времени Придется В стойке Провести И сколько Ты готов Провести В стойке С опасным Своё Ну Продолжая Тему Грам-при Вы Полуфиналисты Финалист Уже Определен Эдуард Вартанян Вышел В финал И именно Против него Предстоит Биться Победителю Вашей пары Был ли ты Удивлён На то Что он Выиграл У Раисова Или вообще Для тебя Это была Закономерность Как ты Оценишь Его Полуфинальный Поединок Я не был Удивлён Я думаю Раисов Здесь Поставил Неправильную Тактику А Эдуард Сделал Ту тактику Которая Сработала Всё же У нас В ММИ Очень Работает Даже Не навыки А Правильно Поставленная Тактика Что Дел Работал Старался Чтобы Юсуф Задышал То есть Затянуть Его в борьбу Взять Клинч Завязать Чтоб он Забился И во втором Раунде Делать Тэкдаун Что Вот Если бы Я дрался С Юсуфом Я поставил Тактику Что Я сделал Юсуф Нет Чтоб Перебивать Стойки Отходить Двигаться Он Начал Пытаться Заломать Спину Сидел В ногах Возле Клетки И просто Оттём Хотя У него Хорошо Получалось Работать Стойки Без Борьбы Если Он Сбегал Эту Борьбу Я думаю Он мог Назвязать Свой Борь То есть Ты Считаешь Что В этом Поединке Не было Такой Разницы В классе Просто Неправильно Поставлена Тактика Решила Исход Правильно Я думаю Да Может Неправильно Поставлена Тактика Так Иршит Исход Что Думаешь Там Наде Головы Человек Один Многие Рассчитывали Что Он Пройдет В финале Не было У тебя Разочарования Что Такой Антагонист Твой Выбыл Из Этого Турнира С одной Стороны Было Разочарование Потому что Это Был Был Хайповый Бой Я Все Кроме Денежной Составляющей Я Перешел Пошел Гран-при Ради Именно Медийной Составляющей То есть У меня Первый Боец Там Дэйвер Рамос Бразильец Ну я думаю Мы в лиге С Юсуфом И наш реванш Состоится Когда-нибудь Это будет Очень крутой бой Ну с другой стороны Есть Эдик Вартанян И уже у вас С ним есть Определенное Напряжение Когда Али Бага Выставил пост То что После гран-при Готов подраться Ты сказал Али он до тебя Не дойдет И потом Эдик был недоволен Куда лезет Артем И так далее Как ты считаешь Эта история Насколько Она медийной Может быть Если ты выйдешь К нему в финал Я думаю Эдик Здесь вообще Неправильно Рассудил Поставил факты Некоторые Которые он сказал Он сказал Артем же Говорил про Хамзата Чимаева Зачем он лез А зачем сейчас он лезет А при чем здесь Во-первых Мы с ним В одной висковой категории Во-вторых Он говорил О двух людях На пресс-конференции Об Али Багу И обо мне То есть Он не об одном Али говорил Он говорил Обо мне еще Что вот Артем Не получилось Подраться Он попросил Больше времени Туда-сюда То есть О двух людях И второе Али написал Что если Ты станешь чемпионом Я хочу с тобой реванш На что я ответил Не переживай То есть Вот в этом заключался Именно мой посыл Я никуда не лез Пусть тогда Эдик Мое имя Называет Не говорит Что я там Снялся Не снялся Или попросил Больше времени Тогда я не буду Делать про него На самом деле Да На самом деле Это история С гран-при Кто с кем должен был Драться Мне кажется Порой Бойцы Размышления Которые мы можем Какой-то частной беседе провести Они принимают это За какой-то официальный анонс Или предложение Просто как бы Да Это немного удивило Но с другой стороны Если есть эти рассуждения В принципе Это неплохо Ну и твой вероятный финал Да Теоретический финал Против Эдика Вартаняна Насколько он будет токсичным Вот как соперник Как оппонент Как противоположность Как другой характер И так далее И медийная Самая главная Вот эта история Она способна В вашем противостоянии Потенциальном Раскрыться Я думаю Медийная Это интересный бой Во-первых Мы разговариваем Во-вторых Эди сказал Что у него есть Пару вопросов Ко мне У меня тоже есть К нему Эти вопросы И в-третьих Я думаю Что этот бой Будет Накал Перед боем Большой будет Я уверен Что у нас Не получится С ним Как с Сюсовым Подружески Нойти До До Охтагона Как у них Было Там Улыбки Общения Face-to-face Такой был Спокойный А как ты считаешь Насколько они Раскрутили свой бой Или вообще Не раскрутили Я считаю Что они Раскрутили свой бой Два медийных бойца Два хороших бойца И они Как-то взяли Немного Было затишье То есть Все больше знали Бои Биберта И Андрея Но Как-то Я думаю С их именами То что это Полуфинал Гран-при Они могли Сделать так Что Андрей и Биберт Остались бы Позади По Медийным составляющим Ну вот Когда я выразил Такое же мнение Эдик мне возразил Горд Цифры не врут Посмотри Горд Сколько наш бой Посмотрела И сколько Их бой Посмотрела С одной стороны Да С другой С другой С Раисов Играл Эдик Я не думаю Что посмотрел Бастух Потому что Он был явный Андердог И когда все Слышали Что Раисов Проиграл Они решили Зайти Посмотреть Вот и все А как тебе Вызов Александра Матмуратова Юсфу Раисову Не напоминает Ничего Дайте мне Что-нибудь Такое Весомое Чтобы я Хотя бы Три раза В неделю Заходил В зал Мне честно Становится Скучно Уже Дайте Дайте мне Вашего Распиаренного Раисова Крайний бой Показал С топовым Оппонентом Что это значит Ну я Нет Я не Его не вызвал Не в такой форме Думаю И не так жестко То есть Александр Молодец Он В принципе Я думаю Толбой Добьется Если он хочет С другой стороны Немножко жестковато Было По отношению К двум людям Первое Что он сказал Дайте мне Хорошего Бойца То есть он Пашу Гордееву Не воспринял Это неправильно Даже по отношению К трех людям Про Пашу Потом он Человек Если Ну Как сказать Нельзя То Начало Дальше Топить Человек Проиграл Можно было Аккуратно Если Юсуф Рысов Был на коне Можно было Чуть пожестче Сказать Да Потому что Человек На коне Он и так Проиграл Последний бой И ты еще Говоришь Ну что Он показал С себя Стоповым Оппонентом Как он может Драться То есть Опускаешь Его Заслуги И Треть Махно Леху Сказал Кого Рысов Выиграл Дистормальный Бойцов Скажи Он просто Прошелся По всем Мне кажется Он где-то Даже Не осознавал Что Он может Задеть Наверное Такое Количество Бойцов Я считаю Да Он Просто К нему Нужно Относиться Снисхождение Что ли Проявить Потому что Я уверен Что он Не хотел Никого Именно Оскорбить Унизить Принизить Он просто Хотел Красивый Вызов Сделать Вот и все Тем более Когда ты Побеждаешь Кого-то Ты на таком Подъеме Ну а ты Согласен С ним Что Юсуф Еще не встречался С такими Бойцами Или Ну как Тот же Хакран Диас Тот же Бой с тобой Я не знаю Тот же Паламино Тот же Марат Балаев Это разве Не топовые Бойцы Тот же Эдик Он ему Хоть и проиграл И тебе Проиграл У вас был Равный Бой А здесь Было Поражение Ну 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 Честно Я не считаю Это равный бой Я считаю Это сильным Тяжелым Бойом Но не был равный Я все же уверен Что я Второй Третий Раунд Я забрал Я имею ввиду Да Ну там Раздельно же Было Потом Он выиграл Кого еще Как он выиграл Гаджидаудова Амеркана Да Его выиграл Устер Магомеда Гаджидаудова Выиграл Вот У него Именно есть Претендент На поле Здесь я чуть не согласен Конечно Я все же Склоняюсь Что Тактически Он неправильно Поставил тактику Эдик Умолный Боец И Каждый бой Он подходит Тактически правильно Вот и все Взять Эдик Кадрасов В NFC Он ничего Такого Своя Систа Не показал Не знаю Такое ощущение Да Такое ощущение Что Если у него Серьезный соперник У Эдика Он настраивается Готовится Прям серьезно А когда Бойцы такие Которые не вызывают Особых эмоций Ну он так Готовится Делать То что необходимо Для победы Но и не более того Здесь видно было Что он готов Чуть по другому Да Он шел Пропускал удары Шел вперед Это была Правильная тактика Если Он бы Исуфурис Удал Дистанцию Отходил бы Наоборот Избегал бы ударов У него бы не получилось Это А то что он Постоянно шел вперед Несмотря на то что он Все пропускал Он Трактически правильно Подошел И знаешь Когда я спросил У Эдика Как драться Андрею Кошкину Против Андрея Против Артема Резникова И так далее И он мне Знаешь Выдал Скажем так Такой план И мне показалось Что это тот план Который он применил бы В бою с тобой Если бы дрался с тобой Он сказал бы Не ждать борьбу Артема Идти на него Не боясь быть переведенным Бить Бить Если повалил вставать То есть то же самое Просто вот Свой темп навязать И позволить Наверное Выдохнуться Тебе Как ты считаешь Как ты отнесся К этим словам Я был бы очень рад Если бы не со мной Так работали оба Что Андрея Что Эдик Я был бы счастлив Чтобы они поставили Такой план Мы когда С Таней Сардавский Тут и Виталия Слепенко Был Когда услышали А Виталий Слепенко Рассказал про план На бою Эдика Он видел Мы все втроем Сказали идеальный план Нам он нравится Пусть так и будет Да Пусть так и будет Если он будет На меня идти Я буду рад Ну и Ваш поединок Знаешь С Андреем Конечно Мы понимали Что Андрей Не самый медийный боец И немного Где-то шума Не хватало Как быть в этой ситуации Вот что делать Как вывести парня На эмоции Это вообще возможно И невозможно Я думаю Здесь бесполезно Это делать Он не медийный Но его люди знают По тем боям Что Мамаша Полтенбек Он очень известный Боист в Киргизии Али Багов Очень известный Боец И вот Ребята Что у Старма Магомеда Гаджду Что Абдулаев Да Абдулаев Они в Дагестане Известны То есть В любом случае Его знают Как бойца Не всегда Тебя слушают Твое интервью Не всегда Смотрят Инстаграм Но Когда ты дерешься Тебя смотрят Вот я взят И когда узнал Что Андрей Кошкин Али Багов Мне было очень интересно Я ждал этот бой Я ждал этот бой Я смотрел В прямом эфире Ну и плюс Сам карт Сам юбилейный турнир Я думаю Так или иначе Внимание к этому бою Будет огромное Я уверен В этом Такого карта Еще Я не помню Чтобы именно Столько было имен И столько интересного Боев И я Это сказал Ребятам Говорю Как плохо Что я делюсь в конце Лучше Я дрался Либо в начале Либо не в этом карте Чтобы я От души мог посмотреть Ну и знаешь Не могу тебя не спросить Вот это противостояние Раисовым от Муратов Все таки Если оно состоится Кому бы ты предпочтение Отдал бы Кто сейчас На твой взгляд Более классный бояц И более Достоин победы И можешь рассчитывать на нее Ну Александр Матмуратов Я думаю С борьбой у него проблемы Все же Ему тяжело И я не видел Накрутирующего удара У него Он хороший ударник Хороший Боец Мне понравился Бой Но я все же думаю Что он Накрутер И с борьбой Не проблем Я Ну Отдаю здесь Небольшую В пользу Раисова Мое мнение Я всегда Знаешь Основных всегда Говорю Как я думаю Да Поэтому С тобой интересно Общаться Потому что Ты не боишься Обидеть кого-то И это всегда важно Мне кажется Даже по отношению К самим ребятам Это честно Когда ты говоришь То что думаешь Я думаю Что Хакрал выиграет Раисова Я это сказал Я думаю Сейчас Что Матмуратов Чуть-чуть Не дотягивает По урокам Я тоже Я никогда Знаешь У меня нет такого 50 на 50 Или там Не знаю Бой покажет Я вот что Я думаю Что я Ребятам скажу На улице На улице В зале Был ли ты Когда он Когда он дрался С бразильцем Очень много ударов Доходило до бразильца И бэкфист И с руки И с ноги И бразильц не падал Я тогда понял А все Вот этот Знаешь А острие потерялось То острие Которое было Когда он бил Люди падали Оно потерялось И я знаю Что Мага В последнее время Работает боксом Занимается боксом И у него Очень хороший Разрыв дистанции То есть Он заходил В дистанцию Саша Он же Такой Прямой На месте И выходил С ней Опять заходил И выходил Если бы Мага с ним Стал бороться Мог бы устать Мы все понимаем Что борьба Забирает Могой сил А Мага Он не финишер Не в стойке Прям такой финишер А в партере И вообще не Задушил кого-то И там Сделал болевой И Саше Шлеменко Ему нужно было Работать именно По боксу И брать Длинную дистанцию Играть Именно в длинную Именно в стойке Вот я вот так Поддумал И в принципе Так получилось Ну и скорость Рефлексы Конечно Большая разница Была Именно в этом Аспекте Тоже чувствовал Что Саша Не успел Да-да Это в силу Того Что Саша Шлеменко Уже не тот И мое мнение Ну То что Он отработал Все 5 раундов Ему это должно В любом случае Что все 5 раундов Он смог Отработать И до конца А как ты считаешь Это уже закат Карьеры Или все-таки Он способен Снова вернуться Он же не раз Это делал После поражения Тяжело сказать Тяжело Будем надеяться Что он сможет вернуться Может быть Ему нужно Поменять Лагерь Может быть Нужно Спарль-партнеров Добавить других Все же Он работал Я знаю Что с ребятами Со своей школы Но Магомед Искнылов Это маленький рост Боец С хорошей базой борьбы И с быстрыми Короткими руками То есть Надо по-любому Искать Более-менее Подходящих Спарль-партнеров Это Ну Это Одно Это уже Взять Что я сейчас Буду готовиться На Алибагове По звуку Саню Сальвановской Что он мне помогал Ну да Это было бы Максимально Нелепо Наверное Да На Алибагове раунд и тогда был победил но мы поднимаем что 1 струна до 33 раунда было ну и после этой победы штыркова и исмаилова они встретились буквально через несколько дней на турнире по боксу и такой неофициальный анонс там произошел по крайней мере выразили желание ребята побиться в боксе в ммм и уже магомед выигрывал как ты считаешь что будут бокс если это поединок состоится вот тяжелый вопрос смотря сколько раундов смес сколько раундов будет и поскольку минут там бывает же я знаю что мага дрался в правде пойдем минут мне кажется маги нужно будет на длинную дистанцию брать потому что первые два раунда с вами очень сложно будет во первых он такой бьющий у всех тяжелый а на длинную дистанцию бумага в игре интересно было бы понаблюдать вам и за ними тем более что ваня видно и ментально подрос после первого поединка и поверил себя больше вот но все-таки мне кажется вот это разница в скорости наверное она тоже была бы существенной как ты говоришь кардио тоже кто просел бы поздних раундах это тоже было бы одним из ключевых наверное ну и а шара буллет об этом парне много говорят говорят то что это звезда восходящего он побеждает всех уверенно вот но согласен и ты с тем что он еще не проверен или вот эти ребята которые с ним бились это и есть проверка ну михаил рогозин это неплохой боец любом случае выиграть так мишу рогозина это уже какая-то проверка да единственное его не проверяли ребята которыми бороться вот и все тут есть стиль стилистику брать можно хорошего бойца поставить шары будет который не имеет бороться и шары может перебить и тогда все скажут вот он по верху прошел а если поставить его с хорошим борцом у которой есть неплохая стойка и он допустим заборит за идея ли там не знаю если скажет август видите например не прошел тоже здесь дело стилистики у него очень хорошая стойка но я не думаю что с такой классной стойки у тебя будет хорошая защита но тогда ты будешь просто машина всегда есть слабые места не может человек развивать все но кто на твой взгляд если имя соперник который мог бы ему проблемы доставить видишь ли это такого средневеса я думаю просто нужно в эссе подписаться и тогда мы все увидим вот и все честно сказать ну мы понимаем что сейчас все все топовые бойцы они находятся в лиге эссе именно не медийные бойцы да они насильные бойцы что лига собрала ну взять там другие я вот в снг смотрел только второе единственный раз жизни лигу рсс и вот сейчас я в плане того что не смотрю другие там лиги вот рсс и я вот единственный турнир который комиссии посмотрел его сейчас смотришь ребята как-то нету таких в снг прям хороших боев может может быть есть не слышал если вы себе подпишет тогда будет видно все тогда он все покажет на самом деле все этого хотели бы я тоже потому что парень безусловно талантливый это у него не отнять очень серьезная стойка чувствительный клинч хороший защищается от борьбы но проверку мне кажется все таки надо пройти есть естественно хочет конкурировать на этом уровне ну и нашумевшее решение в бою анкалаев блохович также мне интересно твое мнение по нему смотрел ли ты поединок и что ты скажешь о судейском решении было ли это таким серьезным ограблением как о нем говорят я смотрел повторю его и то знаешь уже у меня подготовка режим я не смог нормально посмотреть и только как-то в таком мельком я просто знаю одно что сейчас чтобы ты стал вот в юси да и там не знаю может белок туре если из россии ты должен выиграть явно вот и все на и если у тебя будут даже не даже не с россии даже с любого страны снг кому нужен чемпион который не говорит по-английски кому даже чемпион который не бросает там красивый вызов вот взять и я еще раз повторюсь я много раз говорил взять бразильца чтобы он приехал стал чемпиона в лиге кому-то интересно интересно весь тайминг из этого а здесь надо в россии и то же самое там конечно кому они интересны это падает к этому весу падает и интересно взять махачева там хабиб там интересно то что у него есть хабиб а взять там петью там петра я но не говорит не интересно алкалаев не говорит не интересно вот я я думаю что они должны просто убеждать уверенно чтобы забирать пояса они его победили но нужно уверенно это сделать я бы точнее не винаем ну что ж максимально понятно и приятно было пообщаться с тобой тебе хорошие подводки к бою совсем скоро мы увидим долгожданное возвращение ну и скажи болельщикам пару слов турнир юбилейный твой важный полуфинальный поединок чего нам ждать от твоего боя целом от турнира что могу сказать болейте за нас поддерживайте мы делаем много для вас для болельщиков на и думаю тут этот турнир это турнир года в плане боев может и в плане медийности будет в плане боев чтобы турнир года так что все смотрим и поддерживаем ждем ждем с нетерпением тебе хорошие подводки и висогонки скоро увидимся артем спасибо за общение а на связи все